В октябре многие страны мира отмечают Международный день артрита. Дата, конечно, не праздничная. По данным Всемирной организации здравоохранения, артрит – самое распространенное заболевание опорно-двигательного аппарата в мировых масштабах. На каждую тысячу человек приходится 10 официально зарегистрированных заболевших. Фактически 1% населения развитых стран. Артрит поражает в равной степени как молодых, так и пожилых людей. Если всего 20 лет назад ведущие ревматологи с уверенностью заявляли, что болезнь чаще всего диагностируется у женщин после 40 лет, то в настоящее время картина изменилась. Границы возраста и пола постепенно стираются. Артрит стремительно развивается у детей и подростков. В то же время причины этого заболевания могут быть как явными, так и скрытыми. До той поры, пока суставы не заявят о себе резкой болью. Артрит – это как само по себе воспалительное заболевание, именно опорно-двигательного аппарата. Оно может выживаться как различными инфекциями, а также может быть при сбое работы иммунной системы и в общем организме. Он подразделяется в зависимости от этиологии возникновения. Это могут быть инфекционные, могут быть воспалительные артриты. Также они делятся по видам. Это вследствие ремотоидный артрит может быть, педагратический, псориотический артрит, то есть уже вследствие какого-либо заболевания развиваться как вторичное осложнение. Артрит может поражать как один сустав, это называется моноартрит, так и несколько. Если воспалились более пяти суставов одновременно, возникает полиартрит. Из множества причин заболевания можно выделить основные, которые чаще всего провоцируют патологические процессы. Первое – инфекционные и вирусные, все заболевания, дающие осложнения на суставы. Второе – травматические, прошлые или настоящие переломы, ушибы, открытые раны, которые затрагивают околосуставную ткань. Третье – наследственные. Риски возрастают, если у ближайших кровных родственников диагностировали артрит. Четвертое – иммунные. Неправильное питание, недостаток витаминов и микроэлементов, неблагоприятные экологические условия нарушают работу защитной системы. Пятое – аллергические. Реакция организма на раздражающие вещества, что может спровоцировать артрит. Достижения 45-летнего возраста, хирургические операции, беременность, роды, множественные аборты, вакцинации относятся к дополнительным причинам заболевания. Названия артрит и артроз сходны, но медики подчеркивают, что нужно различать эти понятия. При артрите идет именно воспалительный процесс и затрагивается не только коленный сустав, это может быть дополнительно во всем организме идти воспалительный процесс. А при артрозе идет именно сустав, воспаляется именно сама хрящевая оболочка идет воспаление. И их можно различить по симптомам. То есть при артрите общее недомогание будет у пациента, будет повышение температуры тела обязательно, будет болевой синдром не в зависимости в покое или при движении, будет покраснение именно возле сустава, при пухлость может быть. А при артрозе местного повышения температуры нету. Есть болевой синдром, но он при покое уменьшается и может вовсе исчезнуть. Также боль будет увеличиваться при физической нагрузке. Переохлаждение, осложнение вирусного заболевания, недолеченная инфекция могут как следствие вызвать артрит у любого человека. Но есть несколько групп риска, особенно к нему предрасположенных. Спортсмены, конечно, и особенно кто занимается тяжелым спортом, они предрасположены к этому заболеванию. Также пожилые люди, люди, ведущие неправильный образ жизни, употребляющие алкоголь, курение, неправильное питание, дефицит витаминов, минералов. Также влияет избыточный вес, то есть дополнительная нагрузка на суставы. Наверное, еще у женщины тоже подвержены возрасту. Да, так как у женщины идут гормональные изменения с возрастом, они также подвержены данному заболеванию. Заболело колено, заныло плечо, крутит руки-ноги на погоду. Часто такие симптомы беспокоят нас какое-то время и проходят как бы сами собой. Но беда в том, что болезнь не исчезает, а исподволь развивается и может привести к обострению. Если обратиться на первую стадию, именно острый этап заболевания, то есть когда начинаются первые симптомы, тогда да, он вылечивается полностью выздоровлением. Но если, ну как у нас люди, поболит, устал, само пройдет и уже затягивают в тот период в подострое, когда уже идет переход в хроническую форму, тогда да. Тогда уже лечение будет трудно поддаваться и мы можем только достигнуть длительной ремиссии. Но при определенных обстоятельствах будут рецидивы заболевания. Симптомы заболевания очевидны. Боль, отек, покраснение вокруг сустава, затрудненное движение. Может быть повышение температуры. Для того, чтобы диагностировать артрит, врач назначает комплекс анализов. В первую очередь это рентгенография определенного сустава показывает, также биохимический анализ крови, С-реактивный белок, ревматоидный фактор. Если есть у пациента данное заболевание, он будет уже повыше, выше нормы. Острый артрит и хронический требуют разного подхода и методов лечения. Но нужно учесть, что придется запастись терпением, поскольку курс лечебных процедур следует пройти в полном объеме, иначе рецидив неизбежен. Лечение, оно комплексное, то есть это медикаментозное, мы купируем болевой синдром, также противовоспалительная терапия. Плюс к этому идет физиолечение, магнитотерапия, меняем свой образ жизни обязательно. Также у кого у пациента лишний вес, мы стараемся работать в направлении снижения веса и также убираем всю физическую тяжелую нагрузку на суставы. Это не так, что один раз вылечился и все, можно приступать к обычной жизни. Это уже в будущем человек должен сам контролировать свое состояние здоровья. В физиотерапевтическом отделении 1-й городской поликлиники Актубе есть необходимый набор аппаратов, которые позволяют снять острый болевой синдром и провести реабилитацию после обострения артрита. В отделении восстановительного лечения, в частности в физиоотделении, у нас также имеются аппараты, которые мы применяем при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности артриты, артрозы. Вот один из аппаратов, он называется БТЛ-4000 комби, производство Великобритании. Пациент укладывается на кушетку, в зависимости от того, какую зону мы лечим, вот сюда устанавливает, ну это вот в основном для нижних конечностей, коленные суставы, голеностопные, тазобедренные суставы. Потом задаются параметры, и значит пациент получает лечение. Это значит аппарат многофункциональный. Здесь находится и магнитотерапия, и лазеротерапия. Ну в зависимости от диагноза, от назначения, мы проводим и магнитотерапию, и лазеротерапию. Вот этот аппарат тоже, это магнитотерапия. Также проводятся, значит, процедуры на других аппаратах. Аппарат поток, это значит постоянный ток. Этим препаратом, аппаратом мы можем использовать лекарственные препараты, которые также вводятся на проблемное место, артрозы, артриты. И значит, вводя лекарственное вещество, мы достигаем эффекта обезболивающего, противовоспалительного, рассасывающей терапии. Вот это вот импульсные токи, тоже действие как бы аналогичное. Здесь подключаются импульсные токи. Также есть аппарат, вот ультразвуковой терапии. Значит, он основан на действии токов акустических, вибрационных, значит, воздействий, ультразвука. Также проводится с лекарственными препаратами, различными мазями. И значит, также на зависимости от того, какой сустав поражен, производится озвучивание ультразвуком и также дает хороший положительный эффект. Один из важнейших этапов исцеления – лечебная физкультура. В поликлинике номер один есть зал для проведения занятий. И ведет их специалист по работе с пациентами, страдающими артритом и другими проблемами опорно-двигательного аппарата. При лечении опорно-двигательного аппарата мы используем наши тренажеры, велотренажеры, ну и, естественно, гимнастика, разработка суставов. Это очень хорошо сказывается, потом пациенты очень довольны, у них облегчение. Особенно многие высказываются, что после велотренажера у них прям легкость походки, они довольны и у нас хорошие результаты идут. Мы создаем комплекс лечебной гимнастики в зависимости от диагноза, естественно, и мы подбираем комплекс индивидуально, с человеком прорабатываем, учим его. Потом уже по истечении, допустим, срока лечебного он уже дома сам самостоятельно это все делает. Для людей, ведущих активный образ жизни, артрит может стать неожиданностью и стрессом. Однако врачи говорят, что после снятия острой фазы заболевания можно вернуться к занятиям в фитнес-зале, к йоге или танцам. Правда, придется ограничить нагрузку до полного выздоровления. Крест на спорте не ставится. Наоборот, для сустава, чтобы было разрабатывать сустав, какая-то физическая нагрузка нужна, но не тяжелая. Плавание замечательно подойдет. Какие-то утренние зарядки облегченные также подойдут пациентам. Ну, по возможности. Если йогой можете заниматься, то занимайся. Да, но не переусердствуй. Прогрессирование артрита имеет четыре степени, каждая из которых характеризуется своими симптомами и поражением сустава. Первая стадия. Редко может ощущаться некоторая скованность и дискомфорт. Как правило, диагностируется на УЗИ. Вторая стадия. Воспаление прогрессирует, оболочка сустава истончается, возникают болезненные трения между головкой кости и суставной впадиной. При рентгенографии, сужение суставной щели, нарастание околосуставного остеопороза. Третья стадия. Сустав значительно деформирован, двигательная функция ограничена, мышцы компенсируют нарушенный функционал, поэтому находятся в постоянном тонусе, что является причиной частых судорог. Четвертая стадия. Разрушение сустава приобретает необратимый характер. Головки костей срастаются. В месте поражения образуются костные образования, контрактуры, анкилоз. Боли становятся мучительными. Пациент прикован к постели. В этом случае возможно только оперативное лечение. Если не помогает консервативное, то есть лечение, пациент получил курс, но не отмечает улучшение состояния, то уже хирургами проводится ортоскопия коленных, в зависимости от поражения сустава. И в случае неэффективности данного метода уже эндопротезирование идет. Арторскопия – это малоинвазивная операция. Ее часто назначают для лечения повреждений коленного сустава. С помощью арторскопии можно залатать поврежденный хрящ и выполнить множество других сложных хирургических манипуляций. Кроме того, арторскопические операции показаны людям с запущенным остеоартрозом. Эндопротезирование, то есть замена поврежденного или разрушенного сустава на протезный имплантат, проводится сегодня не только в крупных столичных клиниках, но и в местных больницах. Чтобы избежать всех этих болезненных сложных процедур, важно вовремя принять меры профилактики. Во-первых, это раннее лечение. Если пациент почувствовал дискомфорт, болевой синдром, утреннюю скованность, то нужно незамедлительно обратиться к врачу, обследоваться и начать раннее лечение. Во-вторых, это вести здоровый образ жизни, правильное питание, не злоупотреблять алкоголем, не курить. И также дозированные физические нагрузки должны быть. Как организм может, насколько может, настолько и заниматься. И, в-третьих, нужно позаботиться о своем весе. То есть, если есть повышенный вес у пациента, то это непосредственно в дальнейшем может привести к проблемам. Еще один фактор предупреждения артрита – это изменение режима и рациона питания. Если вы в группе риска, но уже почувствовали признаки артроза, нужно отказаться от фастфуда и добавить к столу продукты, богатые кальцием и витаминами. Добавить молочные продукты, где содержится кальций, витамин D – это творог, молоко. Также в рыбе много содержится витамина D. То есть, рацион должен быть разнообразный. Исключить фастфуды, газированные напитки, больше употреблять домашней еды. Артрит – хроническое заболевание, не имеющее на данный момент универсальных способов лечения. Болезнь всегда будет находиться или в регрессе, или в процессе обострения. Поэтому человеку, которому поставлен диагноз артрит, придется на протяжении всей жизни поддерживать стабильное состояние. При этом крайне важно не пропустить начало обострения и своевременно принять меры. В заболеваниях подобного типа очень многое зависит от образа жизни и внимания к своему здоровью. И, конечно, следует регулярно проходить курсы физиотерапии, грязелечения, лечебной физкультуры и других процедур реабилитации. Не реже, чем два раза в год.